Сегодня мы говорим о главном, говорим о великих людях, говорим о достижениях. И на самом деле, когда мы вспоминаем о важных открытиях и о людях, которые их сделали, либо в дни юбилеев, либо в какие-то памятные даты, иногда даже не задумываемся, что за каждым общечеловеческим достижением стоит какой-то конкретный человек или какая-то команда. Да, вот, к примеру, 19 октября 1941 года двое американских ученых получили новый антибиотик, на основе которого через два года сделали стриптомицин. Главной ценностью открытия стриптомицина является то, что он был первый препарат, который принес положительный эффект при лечении туберкулеза. Здоровье – это то, о чем мы должны заботиться в первую очередь. Самые доброжелательные специалисты встретят вас в медицинском центре Евразия, где предлагают диагностические услуги, амбулаторное и стационарное лечение, профилактические проблемы и обследование на самом современном оборудовании. Да, сейчас в распоряжении медиков новый современный УЗИ-аппарат в медицинском центре Евразии. Установлен самый настоящий эксперт в области ультразвуковых исследований. Еще никому до сегодняшнего времени не удавалось совместить всю мощь и функциональность современного оборудования. Вместе с превосходным дизайном, стильным корпусом и доступностью в использовании. Этот УЗИ-сканер обладает всеми необходимыми исследованиями, такими как абдоминальное акушерство, гинекология, кардиология, малые органы, урология, периферические сосуды и даже эластография. Да, УЗИ проводит врач высшей категории Тасмагомбетова Алия Султангалиевна. Время приема с 10 до 15.00 в медицинском центре Евразии по адресу улица Саябак-1, бывшая Парковая, район Жилгородок. Вот прямо сейчас все контакты, все данные вы видите на экране своего телевизора. Но хочется сказать, на самом деле, если врач занимается обследованием больного, назначением лечения, то медсестра выполняет эти назначения. Врач назначает, медсестра выполняет. То есть медсестра – это тот человек, который непосредственно чаще всего контактирует с больным и занимается его лечением. Пациенту хочется, чтобы его не только лечили таблетками, ставили ему системы, делали уколы, но и морально как-то поддерживали. Да, друзья, и вправду говорят, что излечиться можно проще и быстрее, если верить в это исцеление. Кстати, именно так можно охарактеризовать работу среднего медицинского персонала, то медицинского центра Евразии. В том числе работу главной медсестры, амбаскалец Людмилы Николаевны. Сегодня Людмила Николаевна в нашей студии, друзья. Милосердие и сочувствие к чужой боли – одно из самых главных личных качеств Людмилы Николаевны. Так говорят о вас коллеги. И называют вас внимательной, аккуратной и незаменимой. В прошлом профессия медсестры звалась сестра милосердия, правильно? Да. Вот под ласковый голос медсестры незаметен, и незамечены самые больные уколы, и не страшны никакие лекарства, и таблетки, и системы, и операции. Вот Людмила Николаевна, расскажите. Расскажите, в каком отделении вы начали работать после окончания медицинского училища? В далеком 1972 году я выбрала специальность медицинской сестры, и о чем по сей день не жалею. Всегда хотелось быть полезной и востребованной. Базовые знания получила в нашем активном медицинском училище, и в советское время не приходилось выбирать, где работать. Нужно было отработать после окончания определенного учебного заведения определенный срок. Скажите, вот должность главной медсестры – это все-таки лидерство, лидерские качества. Они сразу появились у вас, или все-таки вы приобрели их? Вы знаете, я об этом не думала, я честно и с удовольствием работала. И все. Здорово. Но это призвание ведь, правда, говорят, что врачами, медсестрами не становятся, ими рождаются. Вот это откуда-то, наверное, из глубины души. Ну, наверное, наверное. Просто, ну, наверное, мне присущи милосердия. Я не могу прийти мимо человека, который нуждается в помощи, даже если это не медицинская помощь, а просто какая-то помощь. Я стараюсь быть всегда и везде полезной. А вот скажите, какая грань разделяет врачей и медсестер? Вот разные функции все-таки, да, выполняют? Мы об этом сейчас немного поговорили, но поподробнее все-таки хочется. Ну, я не думаю, что какая-то грань есть. Каждый из специалистов, будь то врачи, будь то сестры, выполняет свой объем работы. И врач, он врач, он вы же по должности, по уровню образования, он руководит работой медсестры. А медицинская сестра – помощник врача, каков бы ни был ее стаж. Есть определенные медицинские каноны, которые медсестра не имеет права переступать. Один из этих канонов – субординация. Может быть, это и есть какая-то грань. Вот медсестра должна быть на своем месте. Скажите, вот в медицинском центре Евразии достаточно много медсестер. Поскажите вообще, как они и как они трудятся, о их работе? В медицинском центре Евразии 88 квалифицированных медсестер. 88? Нет, не только медсестер, а медсестер и фельдшеров. Вот это да. Они осуществляют определенную тоже работу. Главная у нас боевая точка – это завод АЗФ, где организован здравпункт. Там работают фельдшера и медицинские сестры, которые оказывают лечебную помощь, оказывают профилактическую помощь и проводят предсменный контроль. То есть 4 с лишним тысячи человек ежедневно на заводе пользуются нашими услугами. Вот это да, но есть потребность, да? Потребность есть, да. Далее все сотрудники завода и жители города могут получить у нас помощь в нашем медицинском центре Евразии, где имеются поликлиническое, хирургическое отделение, терапевтическое отделение, рентгенное отделение, лабораторное отделение, физиоотделение, стоматология. То есть все необходимые отделения у нас имеются. И каждый житель города может обратиться и получить специализированную помощь. Мы часто говорим о всех новшествах, ноу-хау, которые проходят в медицинском центре Евразии, даже что врачи некоторые принимают даже по воскресеньям, что очень удобно для жителей города. Допустим, у нас на прошлом эфире был врач-кардиолог, который принимает в воскресенье. Поэтому, друзья, никогда не откладывайте визиты к врачам, обязательно записывайтесь, ведь очень удобный график работы и действительно качественное оборудование и очень хороший персонал. Скажите, пожалуйста, вот у каждой профессии есть свои приметы. Есть ли какие-нибудь приметы у медсестры? Ну, это что-то такое интересное. Ну, давайте, раскрывайте свои тайны. Нет, я не думаю, что есть приметы. Нужно просто отдавать себя работе и все. И никакие приметы здесь не помогут. Ну, смотрите, как правильно. Просто говорят, что на сцену выступающие не должны, точнее, не должны шить перед выступлением, иначе танец не получится. У вас такого нет, да? Мол, не покушать или там... Нет, 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 нет. Главное отдаваться своему делу и делать его качественно и с любовью из душа. Ну, это действительно дорогого стоит. А вот с чего день ваш начинается? Ну, мой рабочий день начинается с приветствия пациентов, ожидающих приема врача в холле. Я вхожу, я здороваюсь с ними, налаживаю определенный контакт сразу. Потому что не поздоровавшись, пройдешь, они даже не поймут, что это пришел человек, работающий в клинике. Тогда они обращают внимания, кто-то сразу обращается с вопросами. И далее уже идет обход отделений, встреча со старшими медсестрами отделений, ежедневное утреннее совещание у директора. И потом уже рутинная ежедневная работа. Да, рутинная, ну, наверное, такая приятная. Прямо как в сериале «Интерны». Нет, нет, у нас только высококвалифицированные специалисты. Вот видите как. Но на самом деле работа очень такая ответственная. Ответственная, все равно очень ответственная. И с людьми ведь работаете. А вот если сравнить, скажем, 10 лет назад, столько же больных было или сейчас больше? Ну, вот как дело обстоит со здоровьем у людей нынче? Со здоровьем дело у людей состоит нормально, если человек, каждый будет отвечать за свое здоровье. Если человек махнул на себя, то и врач не вылечит, и лекарства не помогут. Нужно следить лично каждому за свое здоровье. Сейчас, значит, у нас начинается страховая медицина. Хотя работники нашего завода давным-давно застрахованы, и они получают объем услуг на определенную сумму, за которую за них платит завод. То есть это соцпакет определенный. Думаю, что будущее будет принадлежать медицине профилактической. Если до каждого дойдет, то нужно вести здоровый образ жизни. Это раз. Проходить диспансеризацию, два. И лично отвечать за свое здоровье. Не врач, не государство, а лично каждому. Ну и все-таки бежать к врачу и в больницу не тогда, когда уже стукнуло, приспичило, да? Да. То есть проходить какие-то плановые обследования, делать это регулярно. Говорю я это сейчас вслух, дорогие друзья, а сама ведь не обследуюсь. Поэтому после встречи с вами, Людмила Николаевна, наверное, все-таки возьмусь за себя. Пойду к вам в медицинский центр Евразии и пройду обследование. Спасибо вам большое за эту интересную беседу. Мы вам желаем хорошего дня. Поменьше больных, поменьше пациентов. Не знаю, наверное, и вы этому радоваться будете. Да, пусть лучше обследуются, чем лечат какие-то болезни, да, свои болячки. Спасибо вам огромное, что этим утром уделили внимание нам. Бегите скорее на работу, вас ждут ваши пациенты. Друзья, мы прервемся с вами на небольшую рекламную паузу и увидимся в этой студии. Буквально через пару секунд. Не переключайтесь.